поэтому в этом видео мы разберем самые главные три проблемы с которыми сталкиваются туристы да не будет у вас ничего этого потому что отель не принимает туристов естественно они будут шоке в панике типиша и тому подобное дальше ребят показываю вам как это все происходит в интернете подводим итоги и рассказываю вам что же нужно делать чтобы не попасть в такую ситуацию с такими проблемами привет друзья с вами владимир шемет путешественники тураген и в этом видео я хочу с вами поделиться очень важной информацией для туристов которые собираются провести свой отдых лето 2020 за границей поэтому в этом видео мы разберем самые главные три проблемы с которыми сталкиваются туристы которые хотят отправиться на отдых за границу это касается и турции египта принципе других направлений но чтобы вам было понятно и доступно на примерах я приведу конкретно по турции и египту поэтому в этом видео мы разберем такие три важные вопроса такие как почему турист не попадают в отель который они бронировали почему у туристов переносят рейсы вылеты города вылетал и что делать туристам чтобы не попасть в эту ситуацию с такими проблемами поэтому друзья подписывайтесь на мой канал кнопочка подписаться внизу под этим видео чтобы все ваши путешествия были только с положительными впечатлениями и вы не сталкивались с такими проблемами погнали итак друзья прошла уже треть месяца июля и принципе как бы все такие вопросы они уже достаточно понятны и принципе у меня лично не вызывают какого-то удивления либо чего-то такого чтобы я был недоволен или ну имеется ввиду каких-то сложностей вот примеру первый вопрос почему туристов не селят забронированный отель да все просто потому что не все отели открыли свои двери для туристов то есть это касается отелей и турции это касается и отелей египта некоторые отели уже работают уже готовы принимать туристов а некоторые отели еще только откроются в определенную дату а еще некоторые отели вообще не откроются в этом году соответственно вот из-за этого и получается такая ситуация ну как бы основная масса овербукинга почему туристы не попадают в отели именно из-за этой ситуации то что отели еще не все начали свою работу соответственно операторы которые предоставляют туры продают все отели то есть в них поиски в онлайне есть абсолютно все отели все они продают и закрытые отели и открытые отели почему так происходит да потому что операторы четыре месяца не работали у них не было прибыли у них есть долги перед туристами которые забронировали туры и им нужно эти туры предоставить естественно как бы они пытаются продать все что угодно а потом как-то выкручиваться вот для примера я вам привожу конкретные примеры сейчас чтобы вы могли это понять и первый пример это будет по турции берем один из таких очень популярных отелей своеобразных отелей классный отель высокого уровня ну классный отель в общем все все в нем отлично правда специфический отель адам и его показываю вам сейчас я вам показываю закрытую часть ту информацию как вижу я и так вот внутренняя часть сайта поисковика тем каким пользуются там некоторые агенты в том числе я как вы видите адам и его продают практически все операторы по турции и анекс тур и пегас и coral travel и join up и тест тур и компас в общем все продают этот отель значит даты тура я поставил 16 07 23 07 то есть вылет и смотрите как бы все операторы по турции продают этот отель но я лично связывался с этим отелем смотрите мне отель ответил ребят то что отель этот неизвестно когда начнет свою работу и когда он будет принимать своих туристов туристы которые хотят поехать в этот но операторы продают продают этот отель и есть его забронировать часть из этих операторов вот 30 50 процентов 50 процентов этих операторов подтвердят заявку на этот отель и отправят туристов и когда вы уже прилетите в анталию вам на месте скажут что извините отель не работает мы вам предлагаем альтернативу но нету альтернативы адам и его ну как есть принципе там несколько отелей но это совсем другие отели адам и его это специфический отель он просто-напросто для определенной категории людей он классный он качественный но он специфический и альтернативы просто не существует турции и представляете какое будет впечатление туристов которые попадут в такую ситуацию которые ехали специально в отель адам и его естественно они будут шоке в панике в кипише и тому подобное дальше ребят показываю вам как это все происходит в интернете сейчас я вам покажу несколько таких основных сайтов которые больше всего пользуются туристы в интернете значит первый сайт поехали с нами и как вы видите на внешней стороне поехали с нами то есть для туристов вот вам предложение для того чтобы вы могли себе заказать этот тур в адам и его и собственно говоря как бы в принципе если вы обратитесь в какой-то там новый офис поехали с нами скорее всего вам его продадут и тому подобное конечно если там вы обратитесь какой-то офис профессиональный поехали с нами которые очень серьезно относятся к своей работе то они может быть и выяснят всю необходимую информацию для вас работает не работает отель можно нельзя бронировать хотя тоже как бы сейчас ситуация такая агенты то есть туристические фирмы они тоже 4 месяца не работали это же будут стараться всеми путями парить вам все что видно в онлайне вот что не сделаешь ну представьте ребят вы сидели 4 месяца были без денег сейчас открылись границы сейчас можно ехать отдыхать и сейчас у них есть возможность заработать то что будет потом у туристов это как бы ну принципе никого не интересует потому что если агент не оформил тур он не заработал денег все естественно будут стараться упарить все что возможно это касается не только поехали с нами на вернее поехали с нами наверно более серьезно к этому вопросу относятся больше это касается таких вот не профессиональных агентств дальше еще один из таких вот популярных сайтов у туристов это отпуск как вы видите та же самая информация то те же самые цены соответственно как бы ничего не меняется то есть суть в чем предложение у всех одинаковы можно сказать одинаковы во всех агентствах они продают туры туроператоров соответственно как бы на какой бы вы сайт не зашли примерно будет все практически одинаково и естественно тут вот если вы захотите купить есть информация где купить вам предложат сотни вариантов агентств где это можно оформить и как правило вам это всегда впарят но в чем суть а суть в том что еще раз говорю я лично связывался с отелем и отель сказал что неизвестно когда они начнут работу а туристы не попадут которые забронировали тур в этот отель кроме того друзья и на моем сервисе онлайн сервисе для туристов которые я его сделал буквально перед всей этой ситуации с карантином то же самое можно найти эти варианты туров в отель адам и его почему так еще раз говорю плюс минус практически везде на всех сайтах предложения одинаковые разница только в том кто занимается вашим туром вот в этом разница тот кто вам будет впаривать либо тот кто вам будет рассказывать все подробно детально и ту информацию которая действительно для вас полезна они катать вам по ушам какой красивый отель какие там классные фоточки instagram будет и все тому подобное да не будет у вас ничего этого потому что отель не принимает туристов вот с этого нужно начинать разговор турагентстве но в чем суть этого сервиса как бы моего сервиса я вам расскажу это в отдельном видео там я уже посвящу как бы много информации потому что в этом видео все-таки я хочу вам рассказать за детали и проблемы которые есть у туристов вообще сейчас в нынешней ситуации следующее направление у нас египет в египте еще более сложнее ситуация с отелями и там значит отели которые не получили сертификат их конечно работать не допустят соответственно в египте будут работать только те отели которые получили сертификат соответствия нормам которые связаны с предотвращением распространение этого вируса значит берем пример конкретный отель почему конкретный опять таки с некоторыми отелями я связался естественно это отель у которых есть персонал который отвечает за связь такими людьми как я и соответственно я получил информацию о том когда будет отель работать еще раз говорю отель называется риксов шарм эль шейх и теперь я вам показывают картинку которую как правило видят туристы и турагенты первое это закрытая часть то чем пользуются турагенты опять она информационная и предназначена для сводки всей информации и всех вариантов предложений по данному отелю как вы видите друзья в риксов шарм эль шейх принципе тоже много операторов продают туры то есть и анекс тур и coral travel и джойна и принципе там tpg что-то пытается найти но но давайте возьмем вот три оператора вот три оператора продают тур в рикса шарм эль шейх даты вылета с 18 числа по 25 число июля месяца значит такая же самая информация и на внешних то есть сайтах предназначенных для туристов опять тот же самый поехали с нами мы видим что если мы зайдем в онлайн поиск тура мы видим стоимость и варианты туров то есть вот если вы хотите вы можете забронировать этот тур в рикса шарм эль шейх следующий сайт это я уже говорил за этот сайт с один из популярных для туристов это отпуск тоже есть туры и вы можете купить в нескольких тысячах турагентств этот тур и вам это обязательно конечно же упарят тур в рикса с шарм эль шейх и еще так же самое принципе на том же сервисе который сделал я для своих туристов это онлайн сервис для того чтобы вы могли не выходя из дому оформить себе тур вот и при этом получить мою консультацию профессиональную консультацию то есть если вы оформляете на этом сервисе то есть я бесплатно вам предоставляют профессиональную консультацию значит тут вы можете оформить это тур но всем своим туристам особенно постоянными говорю ребят если вы что-то увидели у вас есть мой телефон вы со мной связались а я вам все рассказал объективную актуальную информацию реальную информацию связанную с этим отдыхом вариантом или тому подобное вот и я вам расскажу все риски которые есть и что можно от этого ожидать соответственно как бы тут тоже есть этот вариант потому что я ничего не могу сделать потому что робот который парсит все эти туры он собирается всех операторов и сводит это в единую систему он так сама работает и вытягивает эту информацию из операторов от всех операторов поэтому и на моем сайте на моем сервисе тоже тур этот есть но я вам по крайней мере честно и объективно скажу что отель rixos шарм-эль-шейх работает 1 августа планирует работать 1 августа потому что я лично еще раз говорю связался с представителем отеля египте в шарм-эль-шейхе получил всю информацию что у них там в отеле когда они запускают свою работу когда они готовы принять своих туристов когда будет происходить бронирование естественно я еще раз буду связываться с отелем представителем отеля и буду уточнять для своих туристов эту информацию работает не работает когда можно туда бронировать и отправлять туристов вот в этом суть почему туристы одни попадают в отеле которые бронируют вторые не попадают еще один такой вот момент по некоторым отелям смотрите значит целом нас я сделал список и по турции и по египту отелей которые работают и которые уже готовы принимать но в этом списке как правило нету эконом вариантов 3 звезды 4 звезды почему так потому что у этих отелей нету с кем связаться и узнать за точную работу данных отелей то есть три звезды которые но туры там 600 евро турция там 400 600 долларов египет но практически нереально связаться с некоторыми отелями ну не с некоторыми а с большинством отеля и уточнить информацию работают не работают готовы принимать не готовы принимать поэтому вот если вы бронируете там три звезды какой-то экономчик ну тут ребят я вам сразу всем говорю что я всем туристам так говорю что вас это рулетка то есть вы можете попасть в этот отель можете не попасть неважно с каким оператором до одних операторов более реальные варианты отелей вторых вообще просто как бы с неба натыкали неважно что лишь был парень то есть тут уже опять никуда от этого не деться то есть если вы бронируете эконом то к этому нужно быть готовым что вы выбираете один отель а попасть можете в совсем другой отель потому что именно по этим отелям просто невозможно уточнить регламент их работы принимают они туристов либо не принимают но опять учитывая то что в любом случае какой бы у вас отель не был это все равно будет дешевле чем отдых в украине и все равно это будет интереснее и впечатлительнее чем отдых в украине следующий вопрос один из важных вопросов с которым сталкиваются туристы которые хотят поехать на отдых за границу это переносы рейсов это корректировка полетных программ то есть вы бронируете тур вы хотите вылететь из харькова 15 июля а вам его переносят на 25 это стандартная ситуация сейчас и от нее никуда не деться просто происходит практически у всех туроператоров они корректируют свои полетные программы почему так есть ли самолет не загрузит не загрузился они будут его корректировать потому что невыгодно им сейчас лететь пустыми потому что скорее всего нету дотаций от принимающих стран да и как бы расходы очень большие плюс опять некоторые операторы уже имеют собственные условно говоря авиакомпании и это им делать корректировки полетных программ гораздо легче соответственно особенно это то что касается египта много корректировок было по египту особенно по регионам то есть харьков запорожье одесса то есть были очень существенные корректировок корректировки до того как возобновили полетную программу изначально было заявлено четыре дня в неделе египта из харькова говорю за харьков потому что я там следил потом его сократили на два раза вылет в неделю в шарм-эль-шейх из харькова и вот буквально на днях сократили вообще частоту поставили один раз в неделю то есть его 4 рейса планируется на июль месяц из харькова почему это так происходит потому что самолеты не загрузились из-за того что египет в красной зоне то есть по возвращению из египта туристам нужно проходить либо самоизоляцию на 14 дней либо сдавать пцр тест и тогда вам не нужно эту самоизоляцию проходить если у вас отрицательный результат по данному тесту это нас направлением египет по турции тоже корректировки происходят но не так глобально как это с египтом тем не менее и по турции тоже это может быть то есть тут нужно это просто понимать и воспринять что вот вы хотите вылететь примеру там 15 июля а вам перенесли предложили вылететь на 20 июля но никуда от этого сейчас не деться сейчас такая ситуация то есть это нужно принимать и в этом плане нужно как бы наверное все таки смириться также сама могут вам предложить вылететь не из харькова а может быть из киева почему это происходит все та же самая корректировка полетной программы надеюсь она в ближайшее время стабилизируется но к этому нужно быть готовым следующий вопрос который я вкратце объясню это коммуникация с туристическими фирмами на данный момент операторы перегружены из-за того что у них все вот эти сбои все эти корректировки и все эти кардебалеты затрудняют процесс общения то есть и когда у туриста возникает вопрос какой-то там касательно нюансов турагент пишет оператор оператор отвечает турагенту и он может отвечать очень долго почему так происходит видимость штат все-таки немножко сократился вопросов стало в миллион раз больше соответственно коммуникация происходит немножко дольше но коммуникация как правило происходит во всяком случае не знаю по всем моим вопросам она решается ну в адекватных в адекватные сроки то есть видимо кстати просто может это связано из того что я не упариваю все подряд просто как бы то есть мы конкретно с туристами пообщались а то есть я стараюсь не работать со всеми подряд а только с теми туристами которые понимают не хотят влипнуть какую-то проблемную ситуацию то есть принципе как правило ну и коммуникация у меня тоже так происходит с операторами отвечает в течение 1 2 3 4 ну 5 дней некоторые максимум но по таким вопросам которые принципе я так понимаю если туристы не нервничают либо это я их правильно подготовил либо как бы ситуация вполне терпимая поэтому коммуникация сложная коммуникация долгая но она есть и вопросы то принципе решаемые если правильно подойти к этому вопросу решаем только в этом случае если конечно же как правило агенты там и туристы в панике в кипише начинают грубить и тому подобное то лишь естественно так и решаются вопросы то есть оператор не очень будет идти навстречу тем агентом туристам которые ведут себя ну не совсем так как положено вести в культурном обществе до операторы тоже не всегда правы я их не защищаю я просто вам говорю что ребят той ситуации которые оказались операторы с одной стороны их можно понять с другой стороны их вообще категорически я не понимаю почему они ведут себя так итак ребят подводим итоги и рассказываю вам что же нужно делать чтобы не попасть в такую ситуацию с такими проблемами касательно отелей есть отели которые работают либо которые будут работать в определенные даты с определенных дат вот нужно и бронировать именно те отели которые реально будут работать либо уже работают это раз все подряд отели нельзя бронировать вот просто нельзя потому что не факт что вы туда попасть попадете в этот отель это первое как можно избежать данной проблемы второе значит касательно переносов корректировок рейсов есть рейсы которые больше корректируют есть рейсы которые меньше корректируют то есть туристические операторы одни больше вносят изменения вторые меньше вносят изменений естественно выбирать такого оператора который не ставил вернее как бы не рвет там звезды с неба не лепит там 100 рейсов в неделю а потом из этих 100 делает 50 рейсов есть такие операторы которые так делают вот с такими операторами тоже естественно я как бы не очень рекомендую ехать на отдых потому что я вам рассказал те проблемы с которыми сталкиваются туристы есть операторы которые аккуратно отнеслись а в полетной программе к своим возможностям они поставили немного рейсов но они их будут стараться все выполнить да тут уже есть такой вот нюанс стоимость у этих операторов как правило чуть чуть выше бывает не чуть-чуть добываете не чуть-чуть может разница вот на туре стоимостью примеру у оператора который там лепит все подряд 1300 евро а у того оператора который точно полетит будет 1700 евро и такая разница может быть но я вам еще раз говорю выбираем либо тот вариант который дешевле но потом разбираем такие проблемы либо выбираем вариант который надежнее при этом вот эти варианты которые надежны не всегда они дороже вот не всегда есть там что выбрать у операторов которые и надежно и 90 процентов что полетят все в порядке будет то есть есть адекватные цены есть адекватное предложение но опять это уже обсуждается с каждым туристом индивидуально третий пункт что нужно делать чтобы не влипнуть в эту ситуацию правильно выбрать туристическое агентство которое не будет вам рассказывать там вау круто буду дуду дуду все супер просто вау вы классно отдохнете а будет рассказывать вам реальную ситуацию вот что вы можете получить какие могут быть нюансы какие могут быть проблемы как эти проблемы решить как юридически вас защитить какие вам нужны документы какие у вас могут быть последствия от посещения этих стран потому что по возвращению с некоторых стран еще раз вам акцентирую внимание есть самоизоляция на 14 дней и не каждому туристу эти варианты естественно подходит поэтому именно с этого нужно начинать выбор агентство принципе наверное вот все весь ваш отдых сейчас будет зависеть от того турагента которого вы выберете это были главные нюансы и проблемы на которые вам нужно обращать ваше внимание чтобы у вас был отдых без проблем друзья на этом все прошу вас обязательно написать комментарии под этим видео если вы попадали в какие-то ситуации неважно за те которые я рассказал либо за те которые не рассказал обязательно поделитесь вашей историю в комментарии под этим видео я почитаю если у вас есть какой-то вопрос вы также пишите я постараюсь обязательно ответить на все ваши вопросы единственное что я не всегда быстро отвечая на все ваши вопросы потому что принципе много работы и с моими другими постоянными туристами и вообще работы как бы много но я всегда стараюсь ответить на все ваши вопросы которые вы задаете в комментарии под этим видео обязательно пишите подписывайтесь на мой канал кнопочка подписаться внизу под этим видео жмите на колокольчик чтобы получать уведомления о новых моих видео на моем канале смотрите мои видео и тогда все ваши путешествия будут только с положительными впечатлениями спасибо ребят за внимание что смотрите мои видео до новых встреч пока пока